Я говорю, я воевал, я буду воевать против руководства Америки, Западных и Европейских стран, до тех пор, пока они не будут менять свою позицию, отношения против нашего государства и против мусульман всего мира. Кадыров про детей племянника говорит, что они нигде в политике не участвовали, а как насчет пленных боев сыновей Кадырова на Украине? СКМ признал, что это была постановка. Ну все, а правда, что Кадырова поставил неловкое положение администрацию Байдена? Так заявил директор информации и печати из Тенгиз. Да, это правда. Итак, прошлый год, 23-й, у нас закончился тем, что Рамзан Кадыров наконец-таки сделал какое-то резонансное заявление, обрадовал нас, ну как обрадовал в кавычках, я конечно же это говорю, немножко удивил нас тем, что в открытую заявил, что теперь будут мстить родственникам за действия их родных. А этот год начался с нового заявления Кадырова, он опять решил нас немножко, видимо, обрадовать в кавычках. Значит, он заявил, что он предложил, точнее, американцам обменять военнопленных украинских на отмену санкций в отношении его матери и членов его семьи. Заявление это он сделал, когда в Чечню приехал, забыл его имя, фамилию у него Риттер, это какой-то бывший американский морпех, они сейчас с ним носятся, его очень сильно пиарят, он успел уже выучить русский язык более-менее, и в общем сейчас он ездит там с гастролями по всей России. Вот он приехал в Чечню, они его все там на высоком уровне встречали, ну представьте, если сам Кадыров с ним встречается, насколько им важно сейчас вот это вот, показать этот спектакль, что вот американец, значит, говорит, рубит правду матку, рассказывает, а тот рассказывает, что Америка уже проиграла, НАТО проигрывает, по всем фронтам Россия великая, она выигрывает, Украина, короче, проигрывает. В общем, и во время вот этой встречи Кадыров сделал это заявление. Давайте посмотрим для начала, что сказал Кадыров. Один, я, в Кринный дом у нас находится, мы хорошо обращаемся с ними, потому что они бедолаги, они не виноваты на самом деле. Ну, не виноваты моя мама, и жена, и дочеря, и семьянники мои, они никогда не участвовали, никаких в политическом салонах. Игра, да, и никогда даже слова не сказали, да. Я говорю, да, я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западноевропейских стран, до тех пор, пока они не будут, да, менять свою, да, позицию против отношений, против нашего государства и против мусульман всего мира, да, и поэтому против меня введите все, что хотите, да. Ну, семью, мать, да, не трогайте, да, если им важна жизнь этих людей, там, если они хотят объединить всеми, там, если они вот такие, да, хорошие патриоты, пусть поменяют на санкции своих солдат, там. Как вы видите, Кадыров вроде как в такой шуточной форме ведет практически весь этот разговор, но под конец он делает это заявление, которое не шуточное для него, ни для него, ни в принципе для нас, для тех, кто это слышал, это не шуточное заявление. Он реально делает предложение в обмен на снятие санкций не с себя, а со своей матери и членом своей семьи отдать военоклен. Конечно же, большинство заинтересовалось чисто самим фактом такой сделки, как он может вообще такое предлагать, какое имеет право, какие, откуда у него вообще могут быть военнопленные, это ведь фонд Министерства обороны, в общем, всех волнуют какие-то технические вопросы этой темы, а меня заинтересовало совершенно другое. То предложение, которое делает Кадыров, говорит о том, что ему далеко не безразличны санкции, которые введены в отношении, прежде всего, его матери, не столько членов его семьи, дочерей, там, жены, сколько в отношении его матери. Возвращаемся в недавнее прошлое, когда эти санкции в отношении его матери были объявлены, когда мать внесли в санкционный список. Мы все помним, что Кадыров отреагировал необычно, не как он обычно реагировал на санкции. Когда его самого внесли в санкции, он с хорошим настроением собрал всех своих прихвостней и всячески троллил Америку, типа, вот там у меня ничего все равно нет, что вы там, мол, кому вы навредили этими санкциями, в ответ у нас, типа, какие-то санкции, я приказал там Россельхозбанке заблокировать счета американских чиновников, всякую, в общем, такой шуточной форме, он, типа, протроллил эту тему. Потом, когда в список санкций попала его жена, дочери, он опять эту тему троллил, но тут он уже указывал на то, что якобы вот коллективную ответственность они там применяют из-за моих действий, страдают члены моей семьи, и даже вон лошади мои тоже пострадали, они там тоже попали в списки санкций, опять шуточно эту тему троллил Кадыров. Но когда объявились, когда в список санкций внесли его мать, тут Кадыров без настроения, не скрывая, что оно у него явно нехорошее, он вышел в эфир и угрожал, что вот, мол, я пойду на все, вы мою мать внесли в список санкций. Уже тогда было, мне было понятно, что внесение матери в этот санкционный список это удар по Кадырову. А в чем может быть удар? Самый очевидный ответ на этот вопрос, это, во всей видимости, состояние здоровья матери, так как она все-таки женщина преклонного возраста. А чем вредят санкции его матери? Кадыров навряд ли имеет счета в каких-то зарубежных учреждениях финансовых. Члены его семьи, в том числе и его мать, тоже вряд ли имеет какие-то счета в этих финансовых организациях. И маловероятно, что у них есть какие-то операции, которые бы они, по крайней мере, в открытую, или чтобы, например, от имени матери, там проводились какие-то операции в, как минимум, западных финансовых учреждениях. Это вряд ли можно себе такое представить. Проблема в том, что когда человек попадает в санкционный список американцев, для него он становится токсичным для любых учреждений, которые с ним бы сотрудничали. И неважно здесь, какая это сфера, это не обязательно финансовая сфера, то есть это не обязательно банки, для которых вдруг счет матери в их учреждении станет проблемным. Нет, это любая организация, которая имеет счета в зарубежных финансовых учреждениях, имеет какие-то отношения с этими учреждениями, или, в принципе, с любыми организациями на Западе, в любом случае эти отношения должны проходить через эти финансовые институты. И для таких организаций этот человек, оказавшийся в списке санкций, становится токсичным, из-за него возникают проблемы. То есть любое сотрудничество с этим человеком, оно моментально влечет уже санкции в отношении этой организации, этого учреждения, в том числе и медицинского учреждения. То есть если какое-то, мы знаем, что хорошие медицинские учреждения находятся все практически на Западе, никто не ездит лечиться на Восток, в том числе и на Бижнюю, за исключением Израиля. Израиль ездит. И для этих организаций, учреждений, любое сотрудничество с этим санкционным человеком становится проблемным. Если там в Госдепартаменте США выявят такое сотрудничество, то эта организация, это учреждение попадет тоже под американские санкции. А американские санкции это, знаете, такая вещь, когда ты не знаешь, чего от них ожидать. Так, ты опять пришел, да? Мне мешать. Это для физического даже лица. Американские санкции это такая вещь, когда ты не знаешь, что тебе просто заблокируют счета в банке, или может быть ты прилетишь в какой-нибудь аэропорт другой страны, и тебя арестуют и экстрадируют в Соединенные Штаты Америки. Ты этого не знаешь никогда. Вы думаете, почему Тимур Дугазаев боится прилетать в Германию, в страну, гражданином которой он является? Он не летает сюда. Он теперь сидит в России и боится оттуда выехать. По крайней мере, в сторону Запада он не летает. Потому что он не знает, чего ожидать. Он попал в этот санкционный список, как представитель Кадырова в Европе. И все. Теперь, вот это, понимаете, этот вопрос, когда ты не знаешь, что с тобой будет. И, по всей видимости, я так, это мое предположение, мать Рамзана Кадырова нуждается в квалифицированном хорошем лечении, которое, скорее всего, они получали либо в Израиле, либо где-то в другом месте. Но, как по-любому, это западные, какое-то медицинское учреждение в западных странах. И внесение в этот список санкций сделало теперь получение этого квалифицированного лечения проблемным. И Кадыров пытается даже ценой вот такого вот торга, даже отдав там мои напленивки, он пытается свою мать вытащить из этого санкционного списка. Ну, не знаю, каков будет, конечно, результат этой деятельности. Обычно такие темы, обмен военнопленными, это то, что происходит подковерно. Никогда вот так официальных заявлений не делаются. Но то, что Кадыров сделал это заявление вот так официально, говорит о том, что Кадыров-то не может подковерно эти переговоры вести. Подковерно кто ведет переговоры? Украинская сторона и российская сторона. То есть по линии Министерства обороны ведутся эти переговоры. И там вопросы санкций Кадырова, конечно же, не обсуждаются. И может быть Кадыров попытался туда как-то пролоббировать этот вопрос, и у него это не получилось. Поэтому он решил теперь это вот так вот в свет, публично высказать. И, наверное, он надеется на то, что ему такой же либо публичный будет ответ, либо как-то подковерно тему занесут, и он сможет все-таки этот свой вопрос решить. В общем, будем наблюдать. В том числе, правда, что Кадырова поставил неловкое положение администрацию Байдена? Так заявил директор информации и печати Стенгиз. Да, это правда. Говорят, Байден не находил себе места после этого заявления Кадырова, этого предложения. Он собрал этот... Что там в Америке собирает? В России есть Совет Безопасности в Америке. Короче, собрал всех работников государственного департамента Белого дома, и говорят, они пытались решить эту проблему, что делать с заявлением Кадырова, и так и не решили. Милу Махет. Саляму алейкум. Кадыров про детей, племянника. Говорит, что они нигде в политике не участвовали. А как насчет пленных боев сыновей Кадырова на Украине? СКМ признал, что это была постановка, у Алейкум Саляма, у Кадырова есть... Наверное, в принципе, это оправдано, у него есть такая особенность. Он что-то делает, на следующий день он просыпается, и как будто бы вот этот вчерашний день, все, что он сделал вчера, это как будто бы не считается. То есть он убежден в том, что это вот в тот момент, когда он это говорил, или в тот день, в тот час, это было актуально, а завтра можно уже ровно противоположно этому говорить, это уже никто не помнит, он так думает, видимо. Поэтому все вот эти его противоречия, все, что он говорит, это объясняется только вот этой короткой памятью, что он, наверное, искренне может быть, реально он так думает, он полагает, что вчерашний день это уже не считается, это было вчера, это стерто, сегодня новый день, можно говорить все, что угодно. Субтитры создавал DimaTorzok